Вебинар, который сегодня посвящен тому, как сделать ваш отчет безупречным. Это четвертый вебинар Школы эффективных коммуникаций. И хочу вам сразу же напомнить, что те участники нашей школы, которые прослушают не менее пяти вебинаров и отлезут на вопросы, после них получат специальный сертификат об окончании школы. Поэтому сегодня мы продолжаем. И я передаю слово первому выступающему. Это Игорь Цыкунов, руководитель спецпроектов Ассоциации грантодающих организаций форума доноров. И Игорь расскажет, его тема называется «Звучит, как много букв, как неприемленно видеть, и при этом запомнить сочетатель». До секунды я переключаю. Добрый день. Надеюсь, вы слышите меня. Наша тема сложна, это проста одновременно, текст годового отчета. Если мы с вами задумаемся над тем, когда мы с вами в жизни читали годовой отчет. Ну, у меня, в общем, все достаточно просто. Это часть моей профессии. Я пишу годовой отчет, читаю годовой отчет. А любой другой нормальный человек, я думаю, с ними встречается достаточно редко. И все это по одной простой причине, потому что все они бывают адски скучны. Если бы я сейчас попросил вас поднять руку, кто с большим удовольствием и интересом для себя прочитал хотя бы один отчет до конца, ну, кроме того, что писали вы, то, наверное, мало таких людей нашлось бы. Поэтому, в общем-то, наша задача сейчас определиться с тем, что такое текст годового отчета, для чего он нужен, как с ним работать, и каким образом мы должны стать интересными для людей. Сейчас, секундочку. Шесть принципов годового отчета. Годовой отчет организации – это не отчет. Это первый принцип, вы понимали. Ну, в том смысле, что нас очень сильно подводит это слово. Слово отчет, оно бухгалтерское. Мы начинаем думать, что это что-то такое, где много цифр, таблиц, что-то малопонятное, где что-то нужно усматривать, для себя определять. Отчет мы пишем всяческому руководству, и всегда у нас возникает с ним ассоциации, очень далекие от какого-то позитивного чтения. Мы от отчета редко когда ждем чего-либо интересного. Я предлагаю вам, прежде всего, отказаться от такой ассоциации. Потому что годовой отчет – это не совсем отчет, это вообще не отчет. Это то, каким образом вы рассказываете о себе. Прежде всего, это ваш собственный рассказ. Как только вы начнете менять эту установку, вы сами заметите, что немножко изменится и подача вашей истории, то, как вы решили рассказать о себе и о своей организации. И прежде всего, нужно делать установку на цель. Ради чего? Ради чего вы делаете отчет? В большинстве случаев мы редко задумываемся. Ну, отчет, отчет для какой-то аудитории не особо-то задумывается. Ну, кто-то, наверное, прочитает, мы что-то расскажем о себе. На самом деле, все не так просто. Кто прочитает? Что заставит его прочитать? Чем это будет для него интересно? И вообще, какая наша цель? Вообще, прежде чем писать какой-либо текст, нужно очень четко для себя эти вещи проговаривать и понимать, какое воздействие этот текст окажет на человека, что он должен сделать, прочитав его. Если вы ставите себе задачу, что человек прочитает текст отчета и решит, что да, я готов помогать этой организации, они делают много интересных, важных, прикольных вещей, то достойной цели можно на нее работать. Если вы сделаете отчет и вашей целью будет восхищение вашего инвестора, вашего доллара о том, как вы хорошо и замечательно потратили его деньги и он поймет, что действительно не зря выделял средства на какие-либо благотворительные программы, это тоже хороший результат. Если вы, люди прочтут ваш отчет и захотят стать партнерами вашей организации, мне кажется, это тоже блестяще. И этот момент нужно закладывать с самого начала, ориентируясь в том числе и на партнеров. Если вы решите, что ваш отчет должен быть ориентирован на волонтеров, на тех людей, которые вроде бы со стороны, мало что об этом знают, но вдруг видят, что то, что вы делаете, это совершенно некая интересная история, великолепная, которой хочется участвовать, хочется принадлежать этому, то это тоже блестящий результат. То есть изначально, в принципе, чтобы сделать отчет нормальным отчетом, надо его отчетом не воспринимать, и четко в голове себе держать эту цель. Второй принцип. Лучший отчет – это короткий отчет. Заканчивать отчет нужно всегда в тот момент, когда вы сказали «достаточно». Ну, то есть есть немало людей, которые продолжают говорить, когда уже говорить не надо. Вы высказали свои какие-то ощущения, вы похвалились тем, что у вас есть, вы поделились важной и полезной информацией, вы наконец доказали, что этот год провели в напряженные труди и сделали массу замечательных проектов. И восхитительно, прекрасно, это как бы здорово. Вот в этом месте ставьте точку. Чем короче отчет, тем лучше, тем выше вероятность, что этот отчет будет прочтен. Вообще психологи, которые исследовали восприятие текста, утверждают, что человек в состоянии прочитать только 4,5 тысячи знаков, их можно посчитать на компьютере, а все, что сверх этого, он в этом должен быть крайне заинтересованным. Поэтому всегда понимайте этот момент и всегда по возможности не затягивайтесь тем, что вы делаете. Чем кончет короче, тем он лучше. Идеальный отчет состоит из 7 страниц, где 7 разделов, в 7 разделах 7 предложений, в 7 предложениях 7 слов, в 7 словах 7 букв. Это, конечно, почти шутка, но, тем не менее, в этом есть своя правда. Я видел годовые отчеты, которые помещаются на один плакат. И это как бы момент, который нужно обязательно... Чем короче отчет, тем лучше. Третий принцип. Отчет обязан иметь скелет. Всякий отчет, чтобы он более-менее нормально воспринимался и прогладывался, а ни один человек не будет читать его полностью, особенно если в нем страница там уже от 40, он должен понимать, в каком месте и что он для себя целым может найти. Поэтому отчет должен принять четкую, понятную, логичную, простроенную структуру текста. Он должен быть разбит на заголовки, под заголовки. Там должно быть много воздуха при верстке. И про листовый его... Мы должны понимать, каким образом строится навигация этого отчета, чтобы в любой момент найти тот раздел, который нас интересует более всего. Ну, а прочитав его и понимая, как это классно написано, чтобы он, может быть, тогда обратил внимание на что-то другое. Четвертый принцип. Простота лучше воровства. В этом смысле я ссылаюсь на великому нашего писателя, Льва Толстого, как он начинал свои произведения. Жил-был и барин. Звали его Жилин. Все предельно просто. Всякая сложность, всякий птичий язык, всякие профессиональные, наговоренные какие-то слова, всякие усложненности, все, чем грешат многие отчеты, это все в топку, потому что никому не нужно. Никто не будет со стороны читать вещи, которые мало понимают. Ну, вообще, так сказать, уже хорошо, что человек это взял в руки, уже совершенно замечательно, что он это может посмотреть, он листает, и вдруг вы начинаете углушить его совершенно какими-то тяжелыми, какими-то смысловыми конструкциями, ничего этого не надо. Чем проще напишут, а отчет, тем лучше. Поэтому простота в данном случае, лучше воровства. Пятый принцип. Чувство слова и стиля. Вообще, отчет должен быть написан хорошим языком. Что, в моем понимании, хороший язык? Это язык, лишенный канцеляризма. Канцеляризм, чиновничьих оборотов, каких-то странных конструкций, таких привычных, вот отчетных, они очень хорошо смотрятся в финансовых отчетах, они, может быть, замечательные счеты, но не для живого текста, который человек должен прочитать. Ну, как я только начинаю вот это вот, вычитывать вот эту связь вот этих слов, что вы исполнение, решение, там, еще какие-то дети совершенно канцеляризмские. Слово, это как бы сразу попадает всякое желание усваивать эту информацию. Мне сразу понятно, что это, что люди пишут о чем-то, о чем-то далеком для себя. Вообще, существует очень хороший и простой принцип проверить по этим ли правилам написан отчет. Попробуйте взять и прочитать его своему другу. Посадите своего друга, скажите, вот он отчет, дай-ка я тебе расскажу. И вы смотрите, какая у него на это будет реакция. И это говорит о том, что и отчет надо писать, как вы пишете письмо. Представьте, что вы пишете письмо другу о том, как работала ваша организация прошедший год. И вы начинаете писать. Вы что, начнете со слов «мы делаем, выполняем всякие решения, вы устраиваете, вы начнете писать нормальным языком». Вот вы пишите ему нормальным языком, а в какой-то момент отрежьте это начало. Дорогой друг. И оставьте все остальное. И тогда вы поймете, каким образом этот отчет становится человечным. В нем что-то такое, что люди могут прочесть, понять, найти для себя. И как бы шестой принцип. Проверяй, точнее сокращай. Потому что любой отчет требует в редактуре. Я совершенно четко, как редактор, понимаю, что я могу взять абсолютно любой отчет и тут же сократить его наполовину. По журналистской практике я знаю редактора, который брал лист, автора выкидывал первые несколько материалов, авторов листов и начинал читать четвертую, пятую страницу, когда понимал, что его грузит какую-то ненужную лишнюю информацию. В отчете не должно быть ничего лишнего. Все только четко, все по делу, все по отношению к той задаче, ориентированной на ту задачу, которую вы хотите получить. И, конечно, проверка. Проверять нужно все цифры, их актуальность, точность, грамотность, как все изложено, поставлено, есть ли стилистические ошибки, есть ли фактические ошибки. Это очень, как бы, немножко сложная задача, но тем не менее. Как минимум, отчет должны прочитать шесть человек. Это сам человек, который пишет отчет, это редактор, который его редактирует, это главные лица организации, это корректор, это тот человек, который от организации сотрудник, который не участвовал в его подготовке, может посмотреть на него со стороны. и желательно тот человек, который представляет аудиторию, вообще стороннюю, чтобы он прочитал, и если это хоть как-то вызовет у него хотя бы минимальный интерес, тогда он считает, что вы сделали совершенно замечательную работу. Почему столько людей? Потому что даже один человек делает ошибки, если человек пишет, у него глаз замыливается. Ни в одном издательстве, ни в одном редакции вы не найдете такой ситуации, чтобы сам человек писал он сам это редактировал. Нет, это разная работа. Один пишет, другой редактирует, третий вычитывает, и таким образом вы добиваетесь наибольшей точности, наибольшей результативности, у вас начинает что-то получаться. Вот. И понимаете, что иногда люди все-таки отчеты читают, и эти ошибки ваши уйдут. В моей практике был случай, когда я, редакторы так делают иногда, есть непонятный кусок, его нужно заменить, чтобы его отметить, они его помечают цифрами или матерным словом. Я, я, как бы, в тот момент был сторонником медицинской дурщины, оставил это в отчете. Вот. А потом, как бы, проект был передан совершенно другим людям, уже на стадии, когда его должны были вычеты, корректор и редактор. А потом, через некоторое время, выяснилось, что организация издала в торжественном виде этот отчет, где на этом замечательном месте я обнаружил свое нехорошее выражение. Что говорит о том, что не прочитал ни редактора, ни корректора, ни руководителя, ни кто-либо еще, который это мог бы заметить. Ну, я вам скажу, что пять лет эта организация успешно и торжественно вручала этот отчет всем своим почитателям и партнерам. Вот. И, как бы, совершенно очевидно, раз кто этого не увидел, каким образом они делали. Ну, зачем вся эта была работа? Вся работа на стопку бумаги, для чего это как бы совершенно лишнее, непонятно. Проще, наверное, обойтись плакатом. Вот. Подготовка текста. Мы можем четко разнести, я где-то 10 параметров выделил. Первый параметр, знать цель текста, что он должен изменить. Отчет не готовится для чего-либо, чтобы люди просто о нем прочитали. Отчет должен что-то поменять, он должен произвести какое-то действие на человека. Он должен воздействовать на его сознание, человек должен прочитать и что-то сделать. Восхититься, пойти помочь, поучаствовать, сказать какие-то отвратительные, вызвать какую-то важную от него реакцию, тогда отчет сделан не зря. Второй пункт, знать задачи текста. Их на самом деле в коммуникативистике, в науке о коммуникациях, их 4 основные задачи. Информировать, убедить, развлечь и привлечь. Вот как бы все эти задачи в том числе выполняет отчет и, возможно, удивить нас часть, которая написана под словом развлечь. Но, тем не менее, человек, чтобы прочитал отчет, он должен быть, читать это в свободном режиме, он должен быть заинтересован в тексте. Вот на тему развлечения нужно обратить особое внимание. И прежде всего, это инфографика, это фотографии, фотоснимки, которые вы используете, они крайне важны, потому что, на самом деле, очень часто люди читают не сам отчет, а фотографии и подписи к ним. Поэтому позаботьтесь о том, что помимо отчета, как бы параллельно шла какая-то история только в виде фотографий и тех подписей, которые его сопровождают. И в данном случае люди могут остаться в позитивном восприятии, практически не прочитав отчет, но, тем не менее, посмотрев вот эти развлекательные моменты, которые совершенно не лишние. Убедить можно фактами, примерами, ну и безусловно, привлечь внимание надо, чтобы вас прочитали. Это как минимум. Знаете аудиторию, кому предназначен текст. Если вы, как бы, в этом смысле, есть гениальная фраза от Дейла Карнеги, я очень люблю клубнику со сливками, но когда я иду удить рыбу, я охватываю с собой червень. Человек, говорите на языке людей, к которым вы обращаетесь. Поэтому я обращаю внимание, чем проще написан текст, тем сложнее это сделать, но лучше всего воспринимается. Знаем контекст, где будет размещен текст, тоже очень важно. Будет ли он размещен в виде книжицы, будет ли он на плакате, будет ли он где-то представлен, лежать на полках, что будет с ним происходить. Вы должны совершенно четко понимать, как перемещается отчет, где-то он находится, как вы его используете. Пятый момент. Выбрать жанр. Их на самом деле четыре группы. Информационный, аналитический, художественный и шоу. Есть информационный жанр, где вы четко сообщаете факты. Есть аналитический, где вы анализируете, анализируете, как работает ваша организация, и что ваша организация в действительности поменяла в реальности. Это тоже интересно. Вы можете сделать художественный отчет. Это никто не запрещает. Нет единой формы отчета, которая была бы канонической. Можете сделать художественный отчет, если вы сможете описать, убедить, восхитить людей. А это можно сделать, например, с описания своих сотрудников их жизни или благополучателей, которых вы опекаете, как менялась течение года их судьба. Это вполне достаточно и в художественном варианте. Как и шоу. Шоу тоже допустимо. Есть известная организация, которая свои отчеты присылает в банки из-под пива. Есть организации, которые это организуют в виде игры. У вас настольная игра. Вы можете сделать отчет в виде карт. Карты, которые можно перебирать и из них составлять всякие разные пасьянсы. И уж поверьте, этот отчет просмотрят и прочитают очень многие люди. Только потому, что было до этой формы, которая в данном случае выбрала. Выбирайте стиль. Их тоже функциональных стилей не так много. Это научный, деловой, художественный, публицистический. Но ни в коем случае не бюрократический. Бюрократический вам нужно вычеркнуть, забыть. И в этом, кстати говоря, вам может помочь. Есть совершенно замечательный помощник. Это сервис Глафред. В конце этой презентации будет ссылка. Вы входите на сервис Глафред, туда отправляйте кусок написанного вам текста. И он вам подчеркивает те слова, которые являются канцеляризмом. И он показывает по шкале 10, насколько ужасен или не ужасен у вас текст. И вы таким образом, глядя, это можете исправлять. Правда, никогда не доводите до 10, потому что текст может в результате исправления дойти до абсурдности. Но очень много лишнего мусора вы обязательным образом выбросите. Выбрать тон. Тон очень важен. Есть отстраненный, вовлеченный, фактологический. Я ориентируюсь на тон человеческий, потому что все-таки мы с вами работаем в благотворительных организациях. И отчет должен иметь вот эти вот хотя бы выбрызки человечности, чтобы понимать, что это не какая-то финансовая история. Люди, прочитав его, должны услышать ваш голос, понять что-то о вас самих, как о человеке или там о тех людях, с которыми вы работаете. И благотворительность люди приходят не просто так. Если вам удастся найти вот эту тональность, тональность разговора, тональность естественную, а не какую-то там адскую, деловую историю, то мне кажется, этот отчет в наибольшей степени будет влиять. Но все равно надо смотреть на аудиторию. Если вы готовите отчет, например, для такой аудитории, как... Я вообще думаю, что для каждой аудитории должен быть свой отчет, их должно быть несколько. Ну что, сложно представить, что вы будете... Но тем не менее, если вы ориентируете что-то для власти, это четкий деловой стиль. Если для волонтеров, это, наверное, больше к развлекательному, с рассказами, с художественной какой-то подачей. Если это, как бы, люди, которые принимают решения о выделении средств, им, наверное, ближе к деловому научному, с анализом и включенными историями. И очень важно, так сказать, определить, восьмой пункт, определить структуру текста. Структура текста может быть... делиться на следующем принципе в годовом отчете. Она может ориентироваться по значению, когда вы выделяете главные темы и описываете сначала самые значимые, потом менее значимые. Таким образом, дайте возможность человеку прочитать вначале то, что более для вас важно, а может быть не читать конец. Есть фактологический подход, когда вы четко делите все на некие факты, распределяете по фактам. Есть такую некую хронологию можно выстаивать. Хронология позволяет по месяцам. Вообще, некоторые люди делают свой отчет в виде календаря, который пролист, и можно понять, что вы делали и в какой месяц вы это выстраивали. Может быть, разделено по направлениям. Это, по-моему, самая популярная структура, популярная для отчета. А можно ориентироваться на метафору. Вы можете выбрать какую-нибудь метафору о лице в стране чудес и делать иллюстрации в этой стилистике и выстраивать повествование таким образом, чтобы это все соответствовало. Я видел отчет очень серьезных финансовых компаний, крупных корпораций, которые построили стилистики Джеймс Бонда, стилистики каких-нибудь дел архивных, каких-то разных интересных. Очень любопытно, интересно и хочется почитать, посмотреть. Написать текст девятый. Вы садитесь и пишите текст. Ему подходить надо осторожно. Сначала мой совет как человек, который работает с годовыми отчетами, все собрать большой файл, потом выкинуть оттуда лишнее, потом пройтись все это структурировать, распределить по главным кускам, посмотреть, чего не хватает, добавить, потом снова выкинуть лишнее, потом снова выкинуть лишнее, потом снова выкинуть лишнее. Один из гениальнейших, на мой взгляд, редакторов, с которыми я когда-либо общался, он четко сформулировал принцип редактирования. Он сказал, что редактировать просто, я редактирую, потому что я ненавижу слова. Вот, если вы посмотрите лишнее слово, его не должно быть. Любой редактор прочитает, если вы можете обойтись без этого предложения, оно отражает смысл, то его не должно быть там. Если вы видите блок какой-то, который не нужен, и он не работает на задаче, его не должно быть там. Поэтому вот этот вот момент. И тональность, вы в момент, когда начинаете писать отчет, постарайтесь не читать ни гиберукратические тексты, а читайте тексты, которые приятны для вас, которые могут настроить. Потому что плохое, если вы читаете в это время какие-то ужасные тексты, то это будет плохо способствовать написанию. Это тоже этот момент. Можете использовать музыку, которая вас настроит на нужный момент. Поэтому вот это вот вещь. Редактура, тексты и технологии. В конце концов все заканчивается редактурой, проверкой и выбрасываем всего лишнего. Это в общем-то как бы все основные этапы, которые можно и проиллюстрировать. Вот вам пример того, как некоторые компании делают отчеты. Видите, один в качестве архивного дела и там все подшито, выстроено. Это очень любопытно посмотреть, где этот текст воспринимается. Вот эти вот кусочки читаете, все там и факты, и какие-то выстроенные очень интересные моменты. или вот отчет, который здесь есть на картинке в виде судового журнала. И это отчет, построенный по структу и метафору. Вы представляете, что организация, это судно, люди матросы, есть команда, с командой случаются какие-то приключения, люди в этом участвуют. И такой отчет тоже, в общем, хочется прочитать. Загрузите, что так. Есть отчеты, которые представлены в виде крышек под банки, из-под пива, например. Почему нет? Если крупная организация, у нее есть свой фонд, она этим занимается, вот вы переворачиваете, и там есть некие тексты, которые вы можете посмотреть на этих крышках, прочитать, и вы их запомните лучше. А некоторые делают таинственные отчеты, которые нужно молотком разбивать, или в виде газеты, или в виде там что-то черное, некой загадки. Это все вызывает интерес, и у человека появляется какой-то мотив, какое-то заинтересование, вы понимаете, что вы к этому не подошли формально, что вы работали над каждым элементом. А следовательно, это надо прочитать. Когда вы понимаете, что вы работали, если что-то сделали с любовью, как мастер, то, наверное, они с большим интересом станут во все это вовлекаться. Правила хорошего текста предельно просты. Текст должен быть понятен, он должен вызывать эмоции, он должен быть информативен, быть коротким и живым. Я вообще тексты делю для себя, ну, зная примерно, как все это, типологии и прочих всяких моментов. Единственное, для меня лично текст либо живой, либо мертвый. Их нет. Живой текст, это тут же вызывает мой отклик, интерес, который мне, может быть, гнев, что угодно, какую-то мою эмоциональную реакцию. Текст мертвый, непонятно, для чего написан, потому что это всего лишь орнамент, некая, некая, бессмысленная конструкция из букв. Поэтому, как бы, надо стремиться, чтобы отчет такой конструкции не представлялся. Поэтому, к любому тексту эти критерии должны подходить. Он должен быть понятен, ничего лишнего, никаких лишних слов, никаких лишних терминов, непонятных аудитории. Чтобы все было просто. Идеальный текст, написанный в журналистике, из такого понимания, его должен понять десятилетний ребенок. Смотрите, Мария Ивановна, бабушка, которая сидит у подъезда. Если она его не понимает, и ребенок не понимает, ну, наверное, большая часть аудитории его тоже не особо поймет. Поэтому, как бы, на это тоже надо понимать. Он должен вызывать эмоции. Текст, который вызывает эмоции, он запоминается. Информативный текст, безусловно, а для чего вы пишете отчет? Короткий, я уже об этом говорил, и, безусловно, живой, это и есть, собственно, основные критерии. Что о текстах? Отчеты, они как слова. Вот здесь, здесь замечательная фраза Наума Холмского, замечательного лингвиста, «Бесцветные зеленые идеи яростно спят». Это фраза, которую часто в университетах, на курсах лингвистики, показывает, она абсолютно точно и замечательно построена, но не имеет никакого смысла. Так вот, многие организации, из тех, что делает отчет, они, именно такой принцип используют. Они замечательно, хорошо делают отчет, но это «Бесцветные зеленые идеи» яростно спят, потому что никакого смысла у них нет. Но есть и другая история, когда предложения построены неправильно совершенно, но совершенно при этом хорошо понимаются, как вот замечательный лингвистический пример «Глокая куздер, штека будланула бокра и курдячая бакрёнка». Здесь нет ни одного слова, которое бы вы знали. Но тем не менее, вы вполне себе можете представить о художниках, даже нарисовал некую картинку. Есть замечательные сказки лингвистические Людмилы Петрашевской про пусть и бяты, про каушат, которые сяпали кауша с каушатами по напушке, увазили бутявку и уволили каушаток, каушаточки бутявка, каушатами с вами бутявку и стрямкали. Это как бы вот эти сказки вы можете найти, прочитать и понять, что даже слова, которые он принят, они, тем не менее, это вы найдёте из алисы. Воркалось, ливкие шарки, полялись по новее и хрукатались за люки, как музыки в мавеи. Потому что, в принципе, с текстом надо работать творчески. Многие могут возразить, можно ли писать кратко, пожалуйста, самые короткие литературные шедевры. Известна такая легенда о том, что Луи поспорил, что напишутся рассказ, состоящий всего из шести слов, способных прострогать любого читателя. Продаются детские ботиночки, неношенные. Фредерик Бауэлл сочинил кратчайшую страшную историю из когда-либо написанных. Последний человек на земле сидел в комнате, в дверь постучались, действительно страшно. А Генри победил конкурс на самый короткий рассказ, который включал все принципы кульминации, развязка. Шофер закурил, нагнулся на бензобак, посмотрел, много ли осталось бензина. Покойнику было 23 года. Все к тому, что можно очень много информации изложить буквально в нескольких словах и вообще надо это ориентироваться. И знаменитая история про рассказ, который должен был содержать упоминание королевы, бога, секса и тайны и первое место получил рассказ, о боже, вас крикнул королева, я беременна и не знаю от кого. Все это тут есть. Кокрс на самую короткую автобиографию победила одна пожилая францужника, которая написала, раньше у меня было гладкое лицо и мятая юбка, а теперь наоборот. Это тоже история. Я не призываю вас буквально на это следовать, но тем не менее. В свое время как бы лингвисты, когда изучали слова, выяснилось, например, что даже боевые команды, которые используются, очень часто влияют на то, как люди побеждают в бою. И выяснилось, что короче всего у команды звучат у американцев, 5,2 символа, длиннее всего у японцев и в России 7,2. Правда, американские лингвисты, которые проводили это исследование, обнаружили, что у русских есть второй язык, на который они приходят в боевой обстановке и его краткость 3,2 позволяет им гораздо быстрее ориентироваться на остановку. Язык это такая вещь, на которой нужно действительно ориентироваться. Как нужно учитывать аудиторию? Ну, пожалуйста, у меня как бы есть примеры того, как люди с улицы, например, прекрасно используют возможности как донести информацию совершенно в кратком виде. Вот такой, например, типичная русская история философски. Про кавку, душу не пропьешь, я пропил и ссылками на ниши. Вот такая вот заборная вещь. А почему бы не сделать годовой отчет на заборе? Было бы очень занятной историей. Это к тому, каким образом можно формулировать, для каких аудиторий можно составлять текст. Конечно же, это ультрировано, но тем не менее, как вы видите, если писать слова, типа, не оставляйте следов пребывания на площадке, вот длинный текст, он будет по одному воздействовать. А если вы написали, буду бить поморки без предупреждения, наверное, это будет более эффективно. Но надо понимать, в каком месте на кого направлен текст и какое воздействие непосредственно он должен вызвать. Это то, что у вас в голове должно быть всегда. И юмор, юмор тоже вполне себе возможен. Граждане, берегите нашу природу, отдыхайте в Турции. Поэтому имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор, даже с адресом обозначенным. Это смешно, когда человек начинает смеяться, он совершенно к другому относится, к другому, поэтому я не вижу ничего страшного, если в текстах есть элементы юмора, которые выделены в какие-то позиции. То есть это позволяет сделать его... Учитывайте микрожанры, они есть информационно-электрические художественные шоу, вы можете включать портреты, эссеи, истории, там может быть мифы, там может быть информация или какие-то куски интервью в виде расследования или даже игры. Никогда не видел отчет в виде пародии, но, наверное, показалось бы очень занятным. Он должен быть написан, как говорится, в любом жанре, кроме скучного. Вот это самый важный принцип, который нужно учесть. И с учетом структуры текста, она сюжетная, потому что лучше все, если отчет написан как рассказ, где есть позиции, завязка, развитие действий, кульминация, развязка. Это создает почти как литературное произведение, отсюда интерес, чтобы он обязательно следовал знаменитой рекламной формой, вовлекающей внимание, интерес, желание, действие и удовлетворение. Потому что, если вы не вызвали внимания, вы не вызваете интереса, уж тем более желание с вами каким-то образом взаимодействовать. И композиционную выстроенность, вы можете выстраивать композицию как некий отдельный рассказ, как несколько рассказов, которые идут параллельно. Один очень интересный, а другой как бы не очень, но информативный. Много способов существует, каким образом вы все это можете подавать. Надо понимать, что они есть. И что он не один, какой-то банальный стопка листов, которую вы подготовили лишь для того, чтобы вы ее подготовили. Может быть, в каком угодно виде. Но самое главное, что она должна делать, это отчет должен воздействовать. Он должен быть живым, он должен привлекать внимания, он должен действовать на вашей аудитории и вызывать тот эффект, который вы хотите вызвать. И в этом вам всегда помогут слова, которые вы используете. Спомогательные сервисы я специально вам оставил. Это муквостиль, так называемый проверка на главного редактора, где вы можете почистить свой текст от лишних калеризмов. Вы можете проверять информацию, которую вам присылают на ее оригинальность на текст.ру. Вы можете включить инструмент читабельности. Это замечательная формула, которую вам напишут на стопе читабельный текст. Они даже обозначат для людей из каких групп могут его прочитать. Школьники могут прочитать это гениально. А если могут прочитать люди только с профессорским образованием, то это не тот текст, который нужно транслировать, например, на массовую аудиторию. Если вы пишете, у вас проблемы, они всегда возникают при подготовке текста с синонимами. Есть синонимайзер.ру, который позволит вам делать. И, конечно, проверка грамота.ру, грамотность. И здесь даже ресурс, который, так сказать, можно воспринять как развлечение, тем не менее, он очень интересен, он действительно под собой имеет лингвистическую базу. Это так называемое воздействие фоносемантики. Текст, что несет текст подсознательно для человека, который его читает. Вы просто, анализ писем .нет, вы закачиваете кусок вот этот текст, и можно почитать как человек со стороны, может его воспринять там с кучей всяких разных разговорок. Это тоже дополнительная информация о том, в какой степени вы сделали, построили правильно или неправильно интерпретации текста. Это, в общем, как бы все основное, что я хотел бы сказать. Если у вас есть какие-либо вопросы, я готов ответить. Если вопросов нет, какие-то еще, можно их направлять, соответственно. Так что все. Все. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Алексеев. Если меня обидно слышит... Коллеги, я благодарю Игоря за такое прекрасное выступление. Я думаю, что те из вас, которые еще даже не начали готовить свой годовой отчет, прям сядут и начнут писать тексты. И успеют это сделать и подать нам анкеты. Потому что мы продлили срок подачи анкет. Теперь это 15 июля. Очень ждем ваши отчеты и анкеты. Сейчас я передаю слово Александру Алексееву, креативному директору международного рекламного агентства «Сервисплан» и директору арт-директоров России. И он расскажет... Президенту клуба арт-директоров. Он расскажет о визуализации данных в вашем годовом отчете. Могу начинать, правильно? Ну, видимо, могу. Так, дорогие друзья, если не слышно, не видно, вы давайте знать, потому что я вижу ваши сообщения в институте. Я буду очень краток, тем более, что мы сейчас про визуальное, поэтому я говорить буду мало. Все, на что я буду ссылаться, все, что я буду упоминать, вы легко сможете обнаружить в презентации. Я так понимаю, что все презентации, которые мы сегодня вам разворачиваем, вы сможете скачать, почитать и так далее. Итак, визуализация данных. Ну, для начала, визуальное восприятие, несомненно, первично. Предположение, что наскальные рисунки появились до отчетливой речи. И, конечно, на сегодня все развивается с только большей стремительностью, потому что то, что раньше было наскальными рисунками, сегодня можно считать по оставим в соцсетях или короткими сториз. Что с нами происходит? Общение становится все более и более визуальным. Мы все меньше и меньше пользуемся голосовой связью, все больше и больше используем эмоджи и другие символы в непосредственном общении мессенджера. 80% информации, которую мы употребляем, несомненно, визуальна. Поэтому, и, собственно, уже упомянутый мной язык, эмоджи сейчас завоевывает практически все сферы, в том числе, кстати, годовые отчеты. В чем мы видим сегодня направление развития дизайна, который, несомненно, коснулся и оформления отчетности в любом виде, потому что это тоже коммуникация, и внедряется в вашу деятельность, если вы никогда себя дизайнером не считали. Мы просто переходим от создания оболочки продукта к организации содержания и смысла. Поэтому посылочек простой. Если вы говорите о визуализации своей коммуникации, вы дизайнер. Видите, что здесь сказано? Да, мы уже перестали заниматься только тем, что делаем вещи красивыми. Мы делаем вещи приятными для восприятия и пользования. Итак, какие основные факторы формируют визуальное восприятие? Мы же в коммуникационном континууме, поэтому наши оппоненты, наши собеседники, те, кому мы доносим наше сообщение, пусть даже путем своего отчета, должны считывать те смыслы, которые мы умеем артикулировать визуальным способом. Итак, такие основные факторы. Для начала равновесие. Правда же, левая группа квадратика с кружочком выглядит более равновесно, чем правая. Почему? Потому что в правом смещен зрительный центр. Предполагаю, что чуть дольше посмотрев на эту репродукцию довольно плохого качества, вы все равно поймете, зачем обнаружен это прямоугольное пятно на одеянии святого Михаила. Для уравновешивания композиции, иначе она будет очень разболтанной, расшатанной. Интересно, что, как правило, площадь черного должна быть намного больше площади белого для того, чтобы добиться внутреннего равновесия в прямоугольном изображении. В данном случае мы смотрим на Олимпию Мане. Посмотрите, здесь уравновешен текст и визуальная информация, которая очень компактно донесена нам в виде вот такого образа, зерно внутри человеческой горсти. второй фактор свет Эль Грека, знаменитый автор динамических световых состояний, акцент негативной вспышкой молнии, акцент позитивной игра света на солнечной поляне. Несомненно, затемнение вступает как контраст для освещения. Смотрим Рембрандта. Обратите внимание, здесь очень сильный световой цветовой контраст, причем ярче и значимее выставлены более которые нам следует обращать внимание. Третий фактор форма. Ну для начала форма и очертания это две разные вещи. Как вы видите содержание внутреннее содержание кенгуру изображали аборигены, а Генри Мор через много сотен лет доказал, что скульптура это не то, что ты можешь разглядеть с одной точки зрения. Собственно нет единой точки зрения на произведение Генри Мора. Форма как правило группируется по принципу размера в левом случае или по принципу подобия в правом случае. В правом случае мы группируем треугольники или кружки, а в левом случае мы видим, что есть два крупных квадрата и несколько мелких. Смотрите как здесь четко все сгруппировано и какое подобие считывается в округлости этой камеры или какого-то технологического прибора и цифры 90. цвет у Ван Гога желтый доминирует это ослепление солнцем вы помните при этом Гёте считает что желтый и стало быть золотой это такое имперское благородное спокойствие а Кандинский когда ощущает добавление синего примерно так как у Ван Гога к желтому у него это вызывает чувство тошноты я кстати не знаю видел ли Кандинский эту работу Ван Гога но подозреваю что она бы вызвала у него скорее неприятные ощущения к чему это цвет конечно это очень субъективное восприятие однако мы предполагаем что внутреннее состояние Пикассо перевело его от этого голубого к этому розовому периоду мы знаем что существуют контрастные взаимодополняющие цвета множество шкал разработанных и Гёте и Кандинским и сегодня они активно используются как вы думаете брендовый цвет желтый убик он вызывает имперское спокойствие как вы думаете вот это активное добавление сине-голубого может вызвать у Кандинского тошноту подозреваю что здесь четко отыграно то главное для чего мы используем цвет доминант доминант цвета здесь в данном случае желтый брендовый и контраст для того чтобы доминант лучше читался синий-голубой движение считается что Тернер просил чтобы его привязали к мачте во время шторма для того чтобы выйти вот на такой экспрессионизм в конце восемнадцатого века также несомненно заимствуют новые технологии фотографии Майбриджа в ранней своей живописной деятельности Дюшан знаменитая его спускающаяся по лестнице и мы видим как здесь движение буквально управляет нашим зрением мы видим форму которая стекает по этой поверхности и точно так же мы размышляем о движении когда говорим о динамике изменений это типичная история графики в отчетах собственно это движение мы хотим показать скорее всего развитие какие-то пики здесь это хорошо читается в целом резюмируем друзья вы должны понять какой смысл вы вкладываете в единицу годового месячного проектного отчета если это powerpoint презентация это один слайд если это печатное издание это один разворот если это другая печатная форма это может быть и просто страница но обратите внимание на то что вы в первую очередь должны быть сосредоточены на смысле который вы хотите донести вашим читателям если есть смысл вы допускаете каким способом его артикулировать и кстати фактор восприятия конечно в живописи и в графическом дизайне как правило это композиция в нашем случае более лакомичных форматов это может быть и определение на чем вы будете строить этот самый слайд на цвете или на движении или на равновесии что для вас важнее в этом сообщении в этом смысле который вы хотите донести этой единицей коммуникации которую в данном случае мы можем описать как слайд почему потому что я думаю мы все реже и реже сосредотачиваемся на больших формах когда мы говорим об отчетах все чаще и чаще любую свою идею презентуем в виде так или иначе последовательности слайдов и поэтому я постарался проиллюстрировать принципы факторы человеческого восприятия как раз слайдами из очень хорошо сделанных презентаций спасибо вам большое надеюсь что ваше внимание было приковано к ряду интересных фактов примеров из мира истории искусства из мира дизайна для того чтобы вы легко это могли оценив использовать в своей работе связь совершенно прямая каждый из вас дизайнер с целью визуализировать ваше сообщение с целью завоевать большее внимание вашего зрителя вашей аудитории спасибо вам большое коллеги у нас сегодня большие технические проблемы но мы по-моему их благополучно решили и прослушали Александра Алексеева большое ему спасибо за такую интересную презентацию коллеги я вам сейчас в чат положу ссылку на вопросы к вебинарам на которые мы вас просим ответить потому что нам очень важна ваша обратная связь и то насколько хорошо мы перед вами выступаем и все вам рассказываем насколько это понятно и я хочу анонсировать следующий вебинар который пройдет 4 июля это будет среда это будет утреннее время об этом мы обязательно сделаем рассылку и напишем в наших соц. сетях и еще раз хочу вам напомнить о том что мы продлили срок прием заявок на наш конкурс теперь это 15 июля у вас есть еще две с половиной недели для того чтобы окончательно доделать ваш отчет заполнить анкету и прислать нам спасибо всем большое сейчас я положу в чат ссылку вот эта ссылка на вопросы а вот эта ссылка на обратную связь пожалуйста ответьте мы будем очень рады услышать вашу ответную реакцию и ждем вас на нашем вебинаре 4 июля спасибо за субтитры спасибо за просмотр